Сейчас 10 часов вечера. А ведь и не скажешь. Из-за того, что ночью здесь так же светло, как днём, определить время очень трудно. На Лофотенских островах летнее солнцестояние. Мы за полярным кругом на севере Норвегии. Лофотенский архипелаг – это шесть островов, соединённых туннелями и мостами. Вокруг больших островов разбросаны десятки маленьких. До них можно добраться только на лодке. И мне кажется, жители это вполне устраивает. Нельзя говорить о Лофотенах и не упомянуть Стокфиск, их знаменитую вяленую треску. Куда не кинь взгляд, кругом горы, море и сушилки, на которых вялится рыба. Они повсюду. Это острова рыболовов. Но здесь постепенно развивается туризм. Искатели приключений, любители захватывающих дух пейзажей и арктического сёрфинга приезжают на Лофотены. Люди влюбляются в это место. И я могу понять, почему. Нигде не видела такой завораживающей красоты. ЛОФОТЕНСКИЕ ОСТРОВА 68 градусов 14 минут северной широты, 13 градусов 54 минуты восточной долготы. Население островов составляет примерно 25 тысяч человек. Лофотены расположены в 50 морских милях от материка и крупного города Будды. Сейчас до материка можно добраться на машине, а не только на пароме. Недалеко от нас Баренцево море, а Норвежское море начинается прямо за островами. Сюда нас привело море. У нас течёт кровь предков, викингов. Многие жители Лофотенов – высокие, светловолосые, с голубыми глазами и соответствующим темпераментом. Мы как природа. Быстро перестраиваемся. Когда нужно что-то сделать, ты встаёшь и делаешь это. Если нет, то в море тебе не выжить. Терьебё – прямой потомок викингов, которые заселили Лофотены несколько веков назад. Влюблён в историю и культуру своих предков. Он один из немногих капитанов, которые ещё могут управляться с настоящим кораблём викингов. Это его острова. В декабре здесь темнее, солнца не видно. Поэтому, когда приходит январь, и солнце возвращается, все очень рады. Белые ночи начинаются с 23 мая и длятся до 23 июля. Кое-кто верит, что это показывается другое солнце. Нет, это то же самое солнце, которое просто не заходит. Жизнь на Лофотенах держится на трёх китах – рыболовство, фермерство и туризм. Главной отраслью всегда было рыболовство. Прежде чем выйти в море, необходимо получить образование. Нужно ходить в школу и учиться рыболовству. Лет в 16, когда оканчиваешь 10-летнее обучение в обычной школе, можно поступить в высшую школу. На островах таких две. Одна по рыболовству здесь, другая по туризму в свольвере. Остальные специальности получают на материке. Какая необычная аудитория. Здесь обучают рыболовству. И охоте. Да, на норвежском предмет называется «Натюрбрюк». 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 «Как использовать природу». Высшая школа Вест-Лофотен. Жить в согласии с природой. В Норвегии всегда ловили рыбу. Если мы не будем уметь это делать, мы не сможем использовать наши ресурсы. Расскажите о программе обучения. Что в неё входит? Она двухгодичная? Да, в первый год мы узнаём о различных видах работ. Таких как фермерство, лесозаготовки, рыбная ловля. Первый год общий. Да, а второй полностью посвящён рыболовству. У них три дня практики и два дня занятий в классе. На школу не похоже. Да уж. В нашей школе можно получить знания и стать фермером или рыбаком. Или даже капитаном корабля, если проучиться ещё три или четыре года. Это твоя цель? Да. Ты хочешь быть капитаном? Да. У вас в юности была такая возможность? Да, но это было 30 лет назад. Правда? Ничего не изменилось. Почему для тебя важны эти занятия? Во-первых, я буду много зарабатывать. Через год я смогу продолжить обучение на корабле, а потом стану получать хорошую зарплату. Серьёзно? Они могут получать 800 или 900 тысяч крон. Некоторые зарабатывают больше миллиона. Больше миллиона? Да. А ребятам по 20 лет. Мы столько не получаем. Но это тяжёлая работа. Очень тяжёлая. Да. Как по-вашему, это способ удержать на островах молодёжь? Думаю, многие дети и молодые люди на Лафотенах хотят быть рыбаками, жить здесь и работать в море. Чем они сегодня занимаются? Сейчас они достают лотлинь. Когда вы забросили лот? Вчера вечером. Он мог бы управлять кораблём. Почти готов. Ого! Перекус? Да, вяленая рыба. Естественно. Она вкусная. Он её отобьёт, чтобы она стала мягче. Так её легче есть. Так лучше. Да уж. Спасибо, Том. Это ваша треска. Поймана с этой лодки. Правда? Да. Чем собираешься заниматься в будущем? Хочу в следующем году пойти на практику, чтобы учиться в море, а не в классе. Ты здесь счастлива? Да. В море? Да. Однозначно. Какая улыбка. Треска? Треска! Как по-норвежски треска? Тошки. Тошки? Большая. Обычная. Обычная? Я сказала Глену, ты должен поцеловать рыбу, а он её лизнул. Да ладно? Да. Боже! И я должна? Так сойдёт? Это на удачу, да? Вот и обед. Спасибо, Глен. Вкуснятина. Вы ночуете на корабле? Да. Спите в каютах? Да, везде. Здесь девять коек. Всего-то. Он спал на крыше. Что? На крыше? Да. Ученики занимают койки, а нам приходится спать на крыше. Всего два градуса тепла. Два с половиной. Жара. Да, два с половиной. Как вы развлекаетесь? Занимаемся армрестлингом. Покажи мне. Давай. Один, два, три, начали! Боже мой! Она победила! Красота! А ещё надеваем спасательные костюмы и прыгаем в воду. Ничего себе развлечение! Прыгаете в море? Да. Мы должны знать, где они и как ими пользоваться. Так, вот они. И это тоже часть обучения? Да. Им придётся по-настоящему... Окунуться. В Арктике? Да. Вода шесть с половиной градусов. Ничего так, тёпленькая. Да. Вам это нравится? Да, в воде кажется, что купаешься в ванне. В ванне? Попробуйте. Так, до свидания. Раз, два, три, пока! Боже! Вы в порядке? Да. Холодно? Нет. На Лафотенах есть время для всего. В январе начинается лов трески. Здесь это часть общего уклада. Мы ловим треску, привозим её, развешиваем и вялем. На Рёсте проживает примерно 500 человек. Сушка рыбы – их основной вид деятельности. Они занимаются этим издавна. Рёст – это самый западный обитаемый остров Архипелага. Это настоящий рай, полный вяленой трески «Стокфиск». Очень впечатляет. Я ничего подобного раньше не видела. Пахнет хорошо. Мне нравится. В этом году получится хорошая партия. Погодные условия идеальные. Вы можете определить это по запаху? Да, он свежий, приятный. И цвет, смотрите. Очень хороший. Полов Йохан Педерсон, производитель «Стокфиска». Для вас это обычные будни. Да, это наша жизнь. Так происходит из года в год. Это краеугольный камень вашей экономики. Для нас вяленая треска – краеугольный камень общества. Это наше всё. Это первый продукт Норвегии, который пошёл на экспорт. Известно, когда треску начали вялить? Наверное, тысячи лет назад. Никто точно не знает. Почему она называется «Стокфиск»? Есть разные теории на этот счёт. Некоторые говорят, из-за деревянных стоек для развешивания. По-норвежски древесина будет «Стокфиск». «Стокфиск». По другой версии, потому что рыба твёрдая, как дерево. И это тоже. Как сток. Треска приплывает из Баренцева моря сюда на нерест. Мечет икру. И в это время её мясо приобретает особенное качество. Она в прекрасной форме, потому что проплыла большое расстояние. И в это время температура подходит для сушки рыбы на улице. Должно быть не слишком холодно и не слишком тепло. Нужен ветер и даже немного дождя. Климат играет важную роль. Всё зависит от него. Микроклимат Лафатенов, особенно Рёста, просто идеален. Вероятно, это самое подходящее место в мире, чтобы вялить рыбу. Итак, вы развешиваете её без соли? Никаких добавок. Абсолютно натуральный продукт. Сушится 3-4 месяца. Вы её размачиваете перед едой? Да. Чем она отличается от свежей рыбы? Текстура немного другая. Запах и вкус выдают более зрелый продукт, как ветчина или сыр. Здесь вы живёте и работаете? Да. Это место производства. А мой дом всего в 50 метрах отсюда. Так что до работы недалеко. Никаких пробок. Точно. 95% моей продукции уходит в Италию. Это самый старый рынок. Мы продаём туда рыбу уже более 600 лет. С чего это началось? Есть много разных версий. Больше всех мы любим историю о Пьетро Кверини, венецианском дворянине, который потерпел кораблекрушение у острова Рёст в 1432 году. Его нашли местные моряки. Он провёл здесь более пяти месяцев. Именно он первым привёз стокфизг в Италию. Там её полюбили, и эта история пережила столетие. Мы её храним. Куда мы идём? Мы идём на дачу. Дачу? Да. Это примерно в двух минутах от дома. Что? На соседнем острове. Все смеются, что мы ходим с одного острова на другой. Но это практически разные миры. Разные миры? Так вот. Но мне всё равно забавно. Мне нужно отдыхать. Поэтому я уезжаю. От чего? От суеты и рёста? Ни машин, ни гостей. Идеально. Сбежали. Вы не чувствуете себя здесь, в изоляции? Нисколько. Здесь я не оторван от других. Наоборот, я в центре мира. Может, это психологическая защита, но я никогда не чувствовал, что живу в труднодоступном районе. Вдалеке от всего? Всё-таки у нас есть самолёт, паром. Мы можем оказаться в самом сердце Европы за несколько часов. Прошу. Прошу. Спасибо. Очень мило. Боже, правый. Да вы умеете жить. На ум приходит слово «хюгге». Знаете, уют по-датски. Да, у нас то же самое. А по-норвежски как будет? Мы говорим... Мы сюда приезжаем отдохнуть, расслабиться, в уютной атмосфере. Это очень, как бы сказать, аутентично. Всё это чистая Норвегия. Рёст близок к своим корням. У нас меньше туристов, чем на других островах. Поэтому здесь мало что изменилось. Ничего не нужно прихорашивать, чтобы продавать. Но, может, есть и другие места, где всё на своём месте. Что-то меняют для красоты. Например, идёшь вдоль причала, везде лежат рыболовные сети. Выглядит не очень красиво, но такова наша жизнь. Это честно. Всё подлинное. Именно. Это я и почувствовала. Подлинность, аутентичность. Здесь всё настоящее. Я слышал, население Рёста намерено понемногу развиваться. Не только рыбачить. Они хотят делать ещё что-нибудь. Развлекаться, создавать что-то новое. На их маленьком острове даже поставили настоящую оперу. Вид отличный. Да. Нам здесь нравится. Тихий остров. Я здесь выросла. Конечно, как и всем остальным, в 16 лет мне пришлось уехать в Осло, чтобы получить образование. Затем я стала петь, чем немало всех удивило, потому что на моём родном острове никто не слышал об опере. Правда? Да. Хильды Гун Петерсон, оперная певица. Я и не думала сюда возвращаться, потому что здесь для меня не было работы. А потом у меня возникла идея. Сумасшедшая задумка. И мы её осуществили. Поставили здесь оперу. Идея возникла благодаря легенде о потерпевшем крушении итальянцы. Да. Почему вам было важно рассказать эту историю и исполнить её на своём острове? Потому что всё это произошло именно здесь. Я люблю этот остров, и мне нравится организовывать культурные мероприятия. Премьера состоялась в 2012 году, повтор в 2014. Снова мы выступим на следующий год. У вас было много зрителей? На остров приехало 1200 человек. Ого! Все билеты раскупили? Да, было аншлаг. Вы нашли исполнителей здесь? Нет. Людей-то мало. Да. Местные жители только составляли хор. Но профессиональные певцы из Осло. Из столичной оперы. Понятно. Здравствуйте. Здравствуйте. Это сам Кверини? Да. Вы легко согласились на это предложение? Когда мне впервые предложили, я подумал, опера? Нет, уж это не моё. Но эта опера отличается, а в ней мы все блистаем. Мне так кажется. Стали звёздами. Да. Ставить такую оперу сложно. Очень много мелочей, требуется кропотливая работа. Но это уникальная возможность, ради которой стоит потрудиться. Хор у нас весёлый, потому что в нём поют врачи, работник рыбозаготовки, учитель и сотрудник отеля. И тут стокфиск. Рядом с чаем. Это ваш полдник? У нас особенная опера. Её смотрят, можно наслаждаться красотой, её слушают, а ещё её можно нюхать. Это опера с ароматом. Пойдёмте? Да. Споём? Лафатенские острова соединены туннелями и мостами. По фьорду Рейне ходят паромы и пассажирские лодки, но они уже почти исчезли. А потом стали приезжать туристы. И здесь всё оживилось. Новые поколения хотят жить на природе. Не только в городах. Мы плывём в Киркефьорд. Там дом моих родителей, в котором я вырос. Туда можно добраться только на лодке. Да. Олаф Бернсон, консультант. Как долго плыть? Полчаса. Сколько раз в день туда ходит паром? Обычно два. Как у вас проходит день? Мы регулярно развозим почту по фьордам. Зимой и осенью. У нас много работы. Мы доставляем почту и продукты питания. Паром ходит в три места. Рёстад, Винстад и Киркефьорд. Эти населённые пункты ещё пока нуждаются в пароме. Да, там живёт всего семь человек. Но без парома им не обойтись. Семь человек на три фьорда? Да, всего семь. Так что паром каждый день – это даже неплохо. Кто это оплачивает? Нашу работу оплачивает государство. Оно покрывает все расходы. А если кому-то нужна медицинская помощь? Если происходит чрезвычайная ситуация, жители арендуют паромы и привозят врача, который забирает пациента. Сейчас также используется медицинский вертолёт. Понятно. Киркефьорд. Снег идёт! Сколько здесь жило людей, когда вы были маленьким? Мне кажется, человек 40-50. Тогда такие посёлки были оживлённее. Люди ценили землю. Если завести своё хозяйство с овцами, может, даже коровой, жить здесь не так уж плохо. Кроме нас здесь никого. Да. Дома принадлежат родственникам тех, кто здесь раньше жил. Теперь это их дачи. Это ваш дом? Да, он. А кто-нибудь живёт здесь постоянно? Да, один пожилой мужчина. Сейчас он, правда, уехал. Думаете, люди сюда ещё вернутся? Не моё поколение. Может, у следующего будет нужный взгляд на жизнь. Мы-то считаем, что надо ездить на работу на собственной машине, обустроить дом. Мы не сможем жить здесь без многих вещей. Но если есть интернет, работать можно и отсюда. Не только содержать ферму, а, например, устроить гостиницу и зарабатывать на туристах. Сюда многие приезжают, особенно зимой. Много фотографов. Их интересует северное сияние и особый свет Арктики. А местные удивляются. О каком свете они говорят? Они не понимают, что в нём особенного. У вас так всегда. Да. Раньше здесь было больше фермеров. У селян есть коровы. Многие держат овец, которые уходят в горы и щиплют траву на склонах. Раньше у нас было много коз, а теперь почти не осталось. Сейчас их молоко используют только для производства сыра, который пользуется большим спросом. В Сёупстаде живут Мариэль и Хюго Винг. Мы рады, что они здесь, потому что они поддерживают сельское хозяйство и берегут традиции. Я обожаю коз. Они такие милые. Они готовы идти. Здравствуйте, дамы. Вы оба с этого острова? Нет, мы из Нидерландов. Как местные отнеслись к тому, что вы приехали и создали козью ферму? Нас встретили с распростёртыми объятиями. Принесли нам подарки, так что мы больше не голландцы. Мы сыровары. Мы часть этого общества, и это здорово. Хюго Винг и Мариэль Де Роуз. Фермеры. Туда. Томас готов. Пошли. Сейчас они не думают, просто идут за вожаком. Он бежит, и они бегут. Следует за ним. Поразительно. Присоединимся к ним? Да. Поразительно. Смотрите. Обычно мы идём туда, к воротам, и выпускаем их. Они пасутся в горах. Это всё, можно сказать, наш двор. Вокруг природа. Всё настоящее. Да, действительно. Козы счастливы. Они гуляют по горам, дают хорошее, качественное молоко. Счастливые козы и хороший сыр. Именно. В этом весь секрет. Как здесь делится земля? Видите, там забор. Это граница между, как мы говорим, Инмарк и Утмарк. Инмарк – частная земля, а по ту сторону забора Утмарк – общие владения ещё с восьмью местными жителями. Права на выпас нужно иметь, а собирать ягоды, к примеру, могут все. Здесь восемь ферм. Восемь семей, которые владеют горами вокруг нас. Мы используем эти земли, но и заботимся о них. Так выгодно всем. У вас очень сплочённая община. Да. Например, у нас была государственная школа, но её было трудно содержать, это дорого обходилось. Власти решили, что дети из этой общины будут ходить в соседнюю школу. Все испугались, что без школы наши связи ослабнут. Конечно, это сердце общины. Точно. И мы выкупили здание по символической цене. Теперь у нас своя школа, и мы сами ею руководим. Ты развязала мне шнурки. Ко мне! Они слушаются! Пошли, пошли, пошли. Мне нравится. Давно вы этим занимаетесь? Мы производим здесь сыр уже 17 лет. Наверняка многому научились. Да, мне нравится в сыроварении то, что каждую неделю узнаёшь что-то новое. Когда мы купили ферму, нам не нравилось качество молока. Поэтому в первую очередь мы постарались улучшить условия содержания наших коз. Дали им больше пространства. Конечно, заодно мы вели отбор. И теперь вкус молока и сыра нам нравится. Ух ты! На Лафатенах существует традиция сыроделия? Раньше была. Во времена викингов люди держали скот, коров, коз и делали разный сыр. Чуть больше ста лет назад все традиционные местные сыры исчезли. За несколькими исключениями. Кажется, в 90-х годах во всей Норвегии было всего пять или шесть ферм, на которых делали сыр. Но теперь отрасль стала возрождаться. Люди поняли, что им нужен не только промышленно произведённый сыр. И теперь в Норвегии более двухсот маленьких местных сыроварен. Фантастика! Да, это очень хорошо. Кому вы продаёте свой сыр? Половину сбываем прямо здесь, на ферме. Часть отправляем в местные магазины. Большие партии идут в Осло. Наш сыр подают в нескольких лучших ресторанах. Поэтому их считают лучшими. Наверное. А в другие страны Европы экспортируете? Да. Вот этот простой сыр отправляем. Этот? Париж. Что вам здесь нравится? Мне нравится природа, горы, море. Жить на ферме интересно. Несмотря на всю работу, вы много трудитесь. Это эксплуатация детей. Томас в буквальном смысле вырос в хлеву с козами. Я помню, ему очень нравилось пить козье молоко. Он приносил нам бутылочку и просил ещё. Мы сразу доили козу прямо в его бутылочку. И он был счастлив. Томас был настоящим дегустатором, пробовал молоко от разных коз. Я старалась выбирать козу с ароматным и вкусным молоком, но иногда он хотел другого. Он знал, чего хочет. Да. Тогда мы поняли, что вкус может сильно различаться. Стали пробовать молоко всех коз и оставлять только лучших. Томас вас научил. Точно. Может, именно благодаря Томасу у нас хороший сыр. Наверное. Благодарите меня. Ты намерен продолжать дело родителей? Фермерства? Разведение коз? Да. Наверняка. А что насчёт тебя? Да, есть высокая вероятность. Многие ребята уезжают с островов в 18 лет. Но сейчас они возвращаются, потому что здесь есть чем заняться. Раньше наши дети ехали в Осло и Берген, в большие города. Теперь они возвращаются с собственными проектами. В путешествиях они чему-то учатся, и это помогает сообществу. Ангелита и Тамара представляют новую тенденцию на Лафотенах. Они создают собственные профессии, далёкие от рыболовства. Я 14 лет работала в Осло физиотерапевтом, и очень хотела вернуться сюда. Я читала про водоросли, они невероятно питательны. Когда удалось перебраться назад, меня удивило, что здесь никто не ест водоросли. Они же прямо у порога. Тамара наполовину японка и наполовину американка. Она выросла в Новой Зеландии. Мы нашли общий язык. Я всю жизнь ела водоросли, они значительная часть моего рациона. Мне и в голову не приходило, что норвежцы их не едят. Мы разработали несколько интересных продуктов. Надеемся так, норвежцам будет легче привыкнуть есть водоросли, пока для них непривычно использовать их в готовке. Тамара Сингер и Ангелита Эриксон Основатели компании Лафотен Сивит Готовы? Да. Садитесь вперед, а я сзади. Какой у вас офис, дамы? Лафотены, Бальстад Что это? Водоросль – полисифония. Растут они только в холодной воде, поэтому встречаются далеко не везде. Они не самые красивые, но очень вкусные. Вот так. Давайте. На раз, два, три. Вот оно. А можно еще? Класс. Готовы идти? Нет. Мы собираем их, не нанося ущерба природе. Мы отрезаем кусочек, а остальное оставляем, чтобы они выросли снова. Иногда бывает холодно, и идти сюда совершенно не хочется. Рано утром или поздно вечером, но мы себя побуждаем. У нас работа на природе. Мне кажется, что это прекрасно. Я уже с юности привыкла работать на холоде. Когда вы только начали этим заниматься, что говорили люди? Было много вопросов, многое приходилось объяснять. Но с помощью местных жителей и рыбаков все утряслось. Рыбаки подсказывали, где найти водоросли. Отмечали на карте, куда нам идти. А куда не надо. Мой отец хороший пример. Он ловит рыбу с 15 лет. И он спрашивал, что вы такое удумали? Зачем вам это надо? Потом заинтересовался. А что вы такое делаете? А теперь ходит со мной, если Тамара не может. Ваш продукт покупают местные рестораны. Как идут дела? Все отлично. Несколько шеф-поваров готовы экспериментировать с водорослями. Используют их в меню и помогают нам с рекламой. Они готовят потрясающие блюда, которые мы сами никогда не смогли бы приготовить. Без них было бы намного сложнее. Давайте вынимать. Готово. Красота. Смотрите. Все идеально. Если вам нравятся трюфели, она их обожает. Не только вкус похож, но и внешний вид. Так и есть. Запах, вид, вкус. Невероятно. Лафатенский эксклюзив. Да. На Лафатене туристы приезжают со всего света. Раньше они оставались ненадолго. Арендовали домики. Многие приезжали просто порыбачить. А теперь они гуляют. Поднимаются в горы, катаются на лыжах, плавают в море с китами. Они, самые отчаянные, ночуют в палатках, даже когда температура ниже нуля. Они и серфингом в это время занимаются. Молодежь со всего мира приезжает сюда ради этого. Это занятие популярно здесь круглый год. Но особенно поздней осенью и зимой, когда погода суровее и волны выше. Отбоя нет. Лафатене. Унстад. Мы находимся за полярным кругом. Но это не значит, что мы не можем повеселиться в море и даже заняться серфингом. Кто в семье занимается серфингом? Мы с Анки очень часто серфим. А Эллин так, время от времени. Вы тоже? Я бабушка-серфингистка, как они говорят. Марион Францен, Томми Олсен и сыновья. Серфингисты. Когда мне сказали, что здесь занимаются серфингом, я подумала, как они так могут? Дело в том, что здесь вода только кажется холодной. Архипелаг омывается гольфстримом, поэтому температура воды зимой 6-8 градусов выше нуля. А это не так уж и холодно. Но и летом она не намного выше. Сегодня хороший день для серфинга? В это время года поднимаются волны. Но вообще сейчас не сезон. Ясно. Вот поэтому я в море и не полезу. В феврале вам бы понравилось. Точно. Я всем так и говорю. Он ждет. Хватит болтать, надевайте свои гидрокостюмы. Ну что, море ждет. Снег пошел. Но это неплохо. Плыть по волнам, оглядываться назад и видеть заснеженную долину – это очень необычное ощущение. Серфингисты путешествуют по всему миру. Им надоели многолюдные побережья. Они ищут новых впечатлений. Уникальные места. А это точно самое экзотическое место в мире. Для серфинга – определенно. А кто впервые решил здесь заняться серфингом? Первыми серфингистами в Норвегии и в других частях Европы стали мой отец со своим лучшим другом. Это было в 1963 году. Тут не было даже магазинов с инвентарем, поэтому они сами сделали себе доски. И сама идея лезть в ледяную воду не показалась людям сумасшедшей? Совершенно безумной. Даже когда я начала этим заниматься в 90-м году, все на пляже говорили – «Не надо, не делай этого! Это опасно!» Он может оставаться в воде часами? Анки вообще, по-моему, из воды не вылезает. Иногда я уже спать ложусь, а он все еще в море. Прошлым летом мы проснулись в 6.30, а он еще серфил. Да ладно! Конечно, как мать, я всегда волнуюсь за них. Как вам спалось в первую ночь? Никак. Торчала на пляже и смотрела за ними. Но, конечно, отец сказал, что я чокнутая, и так волноваться не стоит. Да, из-за того, что солнце здесь не садится, у вас светло круглые сутки. Конечно, ему и не хочется уходить. Летом можно гулять, собирать голубику, заниматься серфингом или альпинизмом. В любое время суток. Ты просто живешь на полную. Берешь от жизни все. Вы довольны? Да, всегда. Как только ловишь хорошую волну, дальше сплошной восторг. Все круто. Арктика и серфинг, казалось бы, не сочетаются. Но здесь это норма. Тем временем холодает. Мороз. Ужас. Как мы говорим в Норвегии, плохой погоды не бывает. Бывает плохая одежда. Если у вас правильный инвентарь, можно заниматься чем хочешь. Новые гидрокостюмы не дают нам замерзнуть. По-вашему, туристы открывают для себя все больше возможностей лафатенов? Искушенные путешественники находят свои лафатены, свою арктическую сказку. Они открывают Норвегию как страну для отдыха, страну своей мечты, где всегда можно найти занятие по душе. Что самое трудное в туристической индустрии? На мой взгляд, сложнее всего справляться с большим потоком туристов. Они оставляют здесь не тот след, который нам бы хотелось видеть. Массовый туризм – это угроза. Да. Ну как? Как прошло? Хорошие волны? Да. Ты каждый день плаваешь? Стараюсь, но приходится ходить в школу. Томми, для тебя это обычное дело? Ну да. Обычный день на пляже. Вы вышли, и солнце встало. Да. Самое время для барбекю. Вы это называете арктическим барбекю? Да. С добавлением снега. Весенний снег. Да-да. Весна идет. Придает особенный вкус. Точно. Смотрите-ка. Доброе утро, Терри. Доброе утро. Как поживаете? Прекрасно. Я еще не встречала настоящего викинга. Вот вы какой. Мы такие. Приятно познакомиться. Взаимно. Вы и правда похожи на викинга. Я под впечатлением. Сколько человек нужно, чтобы управлять таким кораблем? Для управления хватит 10-12. Но чтобы корабль был боеспособен, требуется человек 65. Ого. 32 грибут, а 32 отдыхают. Можно убрать парус и грести против ветра. На таких лодках викинги обошли всю Европу. Даже в Канаду плавали. Мы очень гордимся нашими предками и их достижениями. Такой корабль построить непросто. Но у викингов ведь не очень хорошая репутация. На беги. Вы о насилии и грабежах? Не пугайте меня. Значит, они не все время воевали. Только иногда. Нужно быть суровым, чтобы выжить в таком климате. Знаете, они не верили в Иисуса Христа, в нового бога. Викинги поклонялись старым богам, Одину и Тору. Если верить в них, нет нужды бояться. Достаточно хорошо сражаться, и ты попадешь в Волгалу. Рай. Да. Вы так говорите, что кажется, и вас там ждут. Терри, вы знаете, какой у вас красивый остров? В молодости я этого не замечал. А теперь понимаю. Народ Лафатенов тысячелетиями приезжал сюда, а потом уезжал. Думаете, в будущем люди здесь останутся? Да, иначе и быть не может. В наше время не обязательно быть рыбаком или фермером, чтобы здесь жить. Можно работать в сфере туризма или одной из смежных. Сейчас здесь больше возможностей, чем прежде. Туризм на Лафатенах переживает бум. Он быстро развивается. Как вы к этому относитесь? Это очень хорошо для островов, но за ним нужен контроль. Не хочется, чтобы здесь стало многолюдно. У нас сейчас работает два или три небольших самолета и много паромов. И это приятно. Конечно, поток туристов необходимо ограничивать. Но они создают рабочие места. Да. Больше людей могут здесь поселиться. Но Лафатенам нельзя терять себя. Конечно. Глядя на вас, я за них спокойна. Давайте еще раз пожмем руки. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...